Русская Устья Впервые о Русском Устье в Европе и в России узнали из книги Владимира Зинзинова «Старинные люди у Холодного океана». Владимир Зинзинов, член партии эсеров, отбывал ссылку в Русском Устье и прожил там 9 месяцев. Оказавшись в Русском Устье, Владимир Зинзинов испытал шок. Словно мамонт в вечной мерзлоте, чудом сохранился русский народ и русский язык времен Ивана Грозного. И не где-нибудь, а там, где Индигирка впадает в ледовитый океан. В 1570 году Иван Грозный в жестокости безумца, заливая Русь морем крови, расправляется и с новгородской вольницей. В русский север потрясли массовые казни. Свободолюбивые поморы, не желая жить в страхе, снаряжают на восток. Плавание по арктическим водам этим людям было не в новинку. Преодолев коварство незнакомых ледяных морей, они прошли большую часть нынешнего северного морского пути и достигли берегов Индигирки, по которой и поднялись на 80 верст. Известно, что переселенцы не просто бежали, а переселились, по преданиям, на 14 кочах, вместе со Скарбом, многие с женами и детьми. Основные фамилии прибывших колонистов были Киселевы, Чихачевы, Шаховские, вероятно, боярского происхождения, Суздоловы, Шкулевы, Щелкановы, Новгородовы, Галыжинские. Согласно преданиям, население русского устья пополнили осваивавшие в XVII веке бескрайние просторы Сибири казаки и промышленные люди, а затем и переселенцы из города Зашиверска, существовавшего в верховьях Индигирки. Жители русского устья сумели сквозь столетия пронести и сохранить обряды, наряды, фольклор и говор, характерные для жителей Великого Новгорода конца XVI века. Документального подтверждения этой версии появления поселения пока не найдено. Узнав о предании жителей цеполярного поселка, власти Новгородской области решили помочь восстановить церковь, которая была разрушена в 30-х годах прошлого столетия.